Убер. Лучше, чем такси. Привет, чемпионы! Вы вновь на канале Silver Swim. Сегодня речь пойдет об упражнениях на резине для пловцов и триатлетов на суше. Ну или на снежке. Обратите внимание на спортсменку на ваших экранах и запомните, как это упражнение делать нельзя. Резина провисает, руки идут попеременно и корпус не доворачивается. Тем самым не участвуют те самые нужные мышцы, которые должны участвовать в плавании. Вот правильное выполнение упражнения на резине. Вы же наверняка видели, как плывет Феллб с дельфином. Он вкладывает широко руки для того, чтобы запустить широчайшую мышцу спины. И начинает грибок немножко через стороны с высоким локтем. Почувствуйте, как работает спина. То же самое и в кроле. Мы должны немножко довернуть корпус для того, чтобы рука прошла четко по оси, но при этом широчайшая мышца спины запустилась на 100%. Здесь уже идет попеременная смена руки. Мы вкручиваемся для того, чтобы четко запускать ту самую главную мышцу, которая участвует в кроле. Если бы мы совсем не доворачивали корпус, то руки шли бы через стороны. Но как только мы добавляем вращение по оси, руки четко занимают свою лыжню и идут четко по ней. И конечно резина не должна провисать, особенно в самом начале грибка. Вы все время должны чувствовать это натяжение, для того, чтобы грибок был более эффективный. Я смотрел много видео, они просто показывают упражнения. Вообще другие мышцы абсолютно работают, которые в плавании играют роль, но постепенно. И что же у нас получилось? Ну вот, совсем другое дело. Немножко опыта и все получится. Ну а спустя неделю этих упражнений вы начнете чувствовать, как вы грибаете широчайшие мышцы спины. Будете во время плавания не только кролем, но и дельфином, разумеется, чувствовать, что работает именно она. Ну и конечно возможные варианты серии вот здесь. Не меньше двух раз в неделю, лучше три. Если вы хотите сделать это упражнение до тренировки, то обязательно тренировка на воде должна быть легкой. И лучше всего выполнять его после тренировки, для того, чтобы не потерять то самое чувство воды, о котором речь шла в предыдущем видео. Ну и конечно первая серия должна быть разминочной, для того, чтобы легко разогреть мышцы. А лучше просто сделать зарядку и размяться, чтобы не повредить связки. Ну а на сегодня у меня все. С вами был мастер спорта международного класса, 11-ти кратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы Даниил Серебренников. А теперь подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить ни одного свежего видео. Всем спасибо, до скорой встречи. Для того, чтобы стать свидетелем самых свежайших выпусков на канале, нажимайте на колокольчик, ставьте галочку сообщать мне обо всех новостях этого канала и нажимайте клавишу сохранить. Тогда вы гарантированно первым будете смотреть все самые свежие видео. А также я вас прошу ставить лайки, потому что каждый лайк это частичка счастья. Покупаешь на Алиэкспресс? Возвращай 10% от потраченных денег. Установи дополнение к браузеру. Зарегистрируйся. Продолжай делать покупки, как обычно. Получай сэкономленные деньги на свой мобильный телефон, карту, Яндекс.Деньги, Киви или Би.